МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Комфортный город". Армавирцы приняли участие в голосовании по выбору места отдыха для благоустройства. Коммунальная война. Газовики пригрозили прекратить поставку голубого топлива на ПК-асфальт. Дошкольная спартакиада. Состязались воспитанники детских садов Армавира, их родители и педагоги. Здравствуйте в студии Марины Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ Армавир познакомлю вас с основными событиями жизни города минувших выходных и начала новой недели. Армавирцы приняли участие в голосовании по выбору места отдыха, которое будет благоустроено в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. Голосование проходило на специальных участках, расположенных в каждом районе города. За его ходом наблюдала наш корреспондент Инна Лепеткина. Воскресное утро жители Армавира спешили на выборы претендентов на благоустройство. Реконструкцию парков и скверов в следующем году проведут по приоритетному проекту «Комфортная городская среда». 24 марта голоса принимали на 15 специальных участках. Наш участок открыл свои двери для всех жителей города в 8 часов, как и планировалось. Работаем в штатном режиме. Очень отрадно наблюдать сознательность наших горожан, их желание сделать наш город ярче, красивее, благоустроеннее и отдать свой голос за ту или иную территорию, которая им ближе к месту проживания. Проголосовать могли армавирцы старше 14 лет на любом удобном участке. В бюллетенях было всего 4 кандидата. Это парк «Городская роща», сквер в северном микрорайоне, а также зеленые зоны на пересечении улиц Новороссийской и Азовской и улица Кавказская в хуторе «Красная поляна». Описание каждого проекта разместили на бланках и стендах, чтобы жители могли сделать осознанный выбор. Каждый стремился поставить отметку у любимого места отдыха. Я пришла проголосовать за благоустройство нашего города. Очень хорошо, что в последнее время ведутся такие проекты. Очень заметно каждый год появляются новые благоустроенные территории. Я проголосовала за территорию, где водохранилище. Считаю, что с ребенком, с детьми, там хорошо будет проводить летом время. Роща, парк, ну, хочу, чтобы там было все благоустроено. Комсомольский парк проголосовала, там все благоустроили. Я проголосовала за водохранилище, чтобы летом туда можно было выезжать, гулять с детками, купаться, ну, и также гулять, на качельках кататься. Юбилейному тоже красиво по проекту тоже понравился. Я проголосовала еще за юбилейный. Программа «Комфортная городская среда» реализуется с 2017 года. За счет бюджета в трех уровне в Армавире был отремонтирован городской парк и несколько скверов. В прошлом году рабочие приступили к реконструкции комсомольского сквера, который выбрали жители города на специальном голосовании. Какое место обновят в 2019-м, станет известно после обработки всех бюллетеней. Инна Лепеткина, Артур Коржанян, служба информации, телеканал РНТВ, Армавир. К другим темам. Газовая война. Сотрудники новокубанского ПК «Асфальт» рискуют остаться без работы. «Газпром Межрегионгаз Краснодар» пригрозил отключить предприятие от газоснабжения, что приведет к его закрытию. Что послужило причиной таких санкций в материале Влады Волошиной. Производственный кооператив «Асфальт» расположен в Новокубанском районе и работает с 2002 года. Здесь трудятся более 200 человек. Зарплату платят стабильно, люди держатся за рабочее место. Однако теперь над ними нависла угроза остаться на улице. «Газпром Межрегионгаз» пригрозил 29 марта отключить предприятие от газоснабжения. Все началось с очередной проверки узла учета потребления газа. Она состоялась 21 января. Узел учета включает в себя сложную программу, которая вычисляет объем использованного газа. Проверяющие обнаружили, что эта программа работает по старому ГОСТу, а нужно по новому. Теперь якобы нужно рассчитывать потребление газа не с теми коэффициентами, которые были заложены в вычислителе этого узла учета расхода газа, а с новыми. И должен был представлен документ. Акт соответствия узла учета требованию нового ГОСТа. У нас его не было на тот момент. Программу поменяли и сделали нужный акт всего за пять дней. Однако ресурсоснабжающая компания начислила плату за газ в январе не по показаниям счетчика, а по максимальной мощности оборудования предприятия. Получилось 8 миллионов рублей вместо реальных 86 тысяч. Самое интересное, что новый ГОСТ был принят в 2013 году, а в межрегион газе вспомнили о нем только через 6 лет. В ноябре, сентябре, августе, апреле и так далее. И ни разу не было нам указано, что наш узел учета не соответствует требованиям ГОСТа. Хотя потом представители регион газа говорят, что у нас единственная методика с 2013 года, и мы должны якобы ей руководствоваться. Но никто не руководствовался, всех это устраивал. Расчеты газа производились по действующим приборам, которые соответствовали прежней методике. По словам руководства, ПК «Асфальт» всегда вовремя платит коммуналку, налоги. И узел учета сразу бы привели в соответствие, если бы знали о новом ГОСТе. Но газовики о нем не вспоминали. А теперь вышло, что счетчик стал неправильным в самое неподходящее время. Это был зимний период. У нас асфальтовые заводы остановлены на ремонт. Газопотребления не было вообще. И это видели и поверяющие, и это видели приборы учета. Поэтому, естественно, мы считаем, что это совершенно необоснованное с их стороны действие, в общем-то, диктат. Главный инженер предприятия Анатолий Тепфер подтвердил, что после установки новой программы показания счетчика не изменились. Кооперативу негде взять 8 миллионов рублей, чтобы оплатить выставленный счет. А если газ отключат, более 200 человек останутся без средств к существованию. Причем асфальт не единственное предприятие, которое оказалось в такой ситуации. Я, например, знаю, что более 60 организаций края, причем и крупные, и мелкие, и животноводство, и прочие сферы деятельности, они попали под такой же диктат, как и к нам. Массовые отключения предприятий от газоснабжения происходят в то время, когда президент России призывает поддерживать производителей, не мешать им работать и защищать их права. Это более эффективная защита прав предпринимателей, содействие улучшению делового климата. Для нас это крайне необходимо. Я прошу прокуроров решительно реагировать на нарушения в этой сфере. Оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов. Переговоры руководства ПК «Асфальт» с представителями «Газпром» межрегион «Газ Краснодар» ситуацию не изменили. При службе компании нам пока не ответили, почему о новом гости вспомнили только спустя много лет. Кооператив намерен обратиться в суд, будет искать защиты в прокуратуре, администрации края и других инстанциях. Только если газ отключат, рабочие все равно окажутся в бедственном положении. Влада Волошина, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». К другим новостям. Дзюдо в массы. Армавирская общественная организация Адыгэхаса провела краевой турнир в ауле Урупском. В прошлом году здесь открыли малобюджетный спортивный зал. В соревнованиях приняли участие дзюдоисты Кубани, Ставрополье, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Подробности в следующем сюжете. Первый краевой турнир на призы Армавирской общественной организации адыгской культуры Адыгэхаса состоялся в ауле Урупском на родине чемпионов мира и России под дзюдо. Соревнования провели в новом малобюджетном спортивном зале, который построили в 2018 году для занятий борьбой. В спортзал нашего аула приходит очень много ребятишек, не только с аула Урупского, с советского, с Успенского района привозят, из ближайших аулов. Мы хотели, чтобы еще больше детей привлечь к этому виду спорта. Мы приняли решение, чтобы весной, когда у детей весенние каникулы, ежегодно проводить в нашем ауле этот турнир под дзюдо. Это идея всех членов общественной организации Адыгэхаса. Участниками турнира стали мальчики 8-11 лет из Успенского и соседних районов Кубани, а также из Ставропольского края, Республика Адыгэхи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. За победу в 10 весовых категориях боролось около 300 спортсменов. Это не первое соревнование в Успенском районе. Такие же соревнования проходили в прошлом году, открытые соревнования. Они, безусловно, популяризируют здоровый образ жизни прежде всего. Не каждый ребенок станет чемпионом, кандидатом, мастера спорта. Но то, что он становится физически здоровым, то, что он становится более духовно богатым человеком и в будущем будет жить, уже созидая в нашей стране. Торжественное открытие турнира посетили главы поселений, члены Совета национальных общин Армавира, председатели Армавирской городской думы и другие почетные гости. В разрешении пополчения главы урока турнира, Алина Ильича Харченко, депутатского корпуса, поздравим вас с соединением этого замечательного события спортивного турнира на связи нашей армавирской организации армавирской фасы. Мы гордимся всем тем, что происходит в родном для нас Успенском районе. От рада, когда появляются новые детские сады, школа искусств, зас, когда появляются спортивные площадки. После торжественной части на татаме прошли итоговые схватки. Владимир Поваров из Новокубанска дошел до полуфинала, но уступил сопернику в решающий момент. Мальчику 11 лет и половину своей жизни он занимается дзюдо. Дзюдо учит тебя в самообороне, развивается сила воли, здоровье укрепляется, дыхание у тебя лучше становится. Вид спорта этот очень хороший, но на соревнованиях бывает иногда тяжело. Но тут был соперник тяжелый, я за ним все схватки наблюдала, он всех победил. Победители завоевали кубки, медали и грамоты. Награды юным чемпионам вручали почетные гости, в том числе олимпийский чемпион подзюдо Беслан Мудранов и заслуженный тренер России Рудольф Бабаян. Турнир планируют сделать традиционным и привлечь к этому виду спорта как можно больше жителей Успенского района. Инна Лепеткина и Горщинников, служба информации, телеканал АРН-ТВ, Армавир. И в продолжение темы. Любовь к спорту начинается с детства. Каждый год в Армавире проходит спартакиада для воспитанников дошкольных учреждений, их родителей и педагогов. Мероприятие позволяет не только прививать малышам принципы здорового образа жизни, но и сплотить детский сад и семью. На спартакиаде 2019 побывала наша съемочная группа. Спартакиада дошкольников проводится в Армавире уже четвертый раз. И всегда собирает массу участников и болельщиков. На этот раз в спортивный комплекс «Лидер» приехали представители 42 детских садов города. Это около 150 человек, ребятишки и их родители. Малыши получают наглядный пример здорового образа жизни. Учатся активно проводить свой досуг. Есть и другие задачи. Соревнования также направлены еще и на сплоченность коллектива, потому что мы знаем, что и преподавательский состав, и родительский состав, они должны работать в тандеме, потому что это благоприятно сказывается на воспитательных процессах, и в дошкольных учреждениях, и в самих семьях. Елизавета Лаптун участвует в спартакиаде вместе с дочерью Дашей. Девочка посещает детский сад номер 6. Для нее соревнования стали важным событием и веселым приключением одновременно. Мне нравятся соревнования, потому что они хорошие, смелые, добрые и быстрые. Перед соревнованиями Даша с мамой тренировались на спортивных площадках, освоили прыжки со скакалкой, чтобы достойно представить свой сад и семью. Мы очень довольны, нам так нравится. Мы впервые выступаем и готовились. Дочь вообще в полном восторге. Для нас, для семьи, это такой показатель, чтобы выступить. И мы надеемся, что мы победим. Мы очень рады и просто не передать. Конечно, очень хорошая задумка, которая развивает детей. В программу «Спартакеады» вошли несложные, но очень веселые эстафеты. Быстроту и ловкость нужно было проявить в игровой форме. Участники сажали картошку, пытались попасть в цель, устраивали гонки с мячами. При этом упражнения выполняли важную развивающую задачу. Программа по физической культуре детей в дошкольных учреждениях включает определенные виды по развитию движения у детей, по развитию физических качеств. Исходя из этого, были выбраны именно те виды движений, те виды эстафет, которые бы в полном объеме реализовывали поставленные задачи. Победители «Спартакеады» получили кубки, медали и грамоты. Организаторы подготовили и поощрительные призы, чтобы никто из участников не ушел без награды. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Это был заключительный сюжет. Еще больше новостей на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин